Я стою у Михайловского собора, теперь главного кафедрального собора Православной Церкви Украины. Там сейчас служба идет. Я сюда пришел с литовскими друзьями из Министерства иностранных дел Литвы. Они захотели сюда прийти, и наш друг, отец Сергий Дмитриев, нас встретил, и экскурсию тут проводит один из монахов. Я хотел записать этот блог сегодня, все времени не было, и я хочу сейчас сказать, что я страшно признателен в этой истории с поместной церковью, страшно признателен конкретно одному человеку. Этот человек, патриарх Филарет, сейчас он уже не патриарх формально, но я думаю, что в глазах многих украинцев, большинства украинцев, он останется настоящим украинским патриархом, первым украинским патриархом. И его поступок, совершенный много-много лет назад, когда он, рискуя всем, был предан анафеме со стороны Москвы, он создал своими соратниками украинскую православную церковь, киевского патриархата, которая сейчас, объединившись с автокефальной церковью, стала украинской поместной церковью, православной церковью Украины. Это невероятно сильный человеческий поступок, потому что, знаете, я очень уважаю таких людей, как Филарет. Я очень много про него разного читал, открыл сегодня русскую Википедию, там одни, в общем, гадости про него написаны, мне на них совершенно наплевать, потому что там даже аннексия Крыма, аннексия не называется, в общем, все вранье. И верить надо делам, делам, и те дела, которые, то дело, которым статил свою жизнь, свою, наверное, последнюю часть жизни почти 90-летний патриарх Филарет, это отделение Украины от России, конкретно церкви украинской, от русской православной ФСБшной церкви. Это невероятно важно, и это настолько просто, я не знаю, что он сейчас чувствует, причем он сделал свое дело, он отошел в сторону и благословил нового предстоятеля, новой церкви. Это поступок невероятно крутой, вот если так выражаться молодежным языком, это поступок настоящего человека, поступок человека, который свою миссию на этой земле выполнил полностью, и дай Бог ему еще пожить как можно дольше, и вечно он останется в истории Украины, как человек, который сделал для нее, может быть, больше, чем кто-либо из ныне живущих людей, и не считая военных, потому что та победа, которую принес он, рискнув тогда, в 92-м, да, кажется, году, всем, представляете себе, человек делает карьеру в церкви православной, это очень иерархичная структура, у него очень тяжело добиваться чего-либо, и карьерного роста, и так далее, он кем только не был, и в Москве служил, и был ректором семинарии духовной, академии, и вот он все бросил, ради своей страны, и рискнул тогда совершенно неочевидным результатом, это сейчас мы такие все умные, и думаю, ну да, Украина все равно бы стала независимой, все равно бы была церковь единая, ничего тогда этого не было ясно, и я очень уважаю таких людей, которые способны рискнуть, способны поставить на кон жизнь свою, свою судьбу, и только такие люди добиваются успеха на самом деле, и Патриарх Филарет такой, и я с ним лично знаком очень слабо, пару раз мы с ним беседовали очень коротко, однажды мы сидели буквально там на стульчике около студии Громадского, это тогда, когда Громадская еще вместе с телеканалом МТР боролась за возвращение Крыма, мы проводили совместную программу по Крыму, и он пришел, и он пришел на нашу программу совместную, и вот просто я имел опыт общения с патриархами, до этого Алексей Второй был такой патриарх московский, я с ним тоже один день или два ездил по Тамбурской епархии, я могу сравнить, тот, кстати, тоже был не то, что Кирилл, он был попроще, значительный, подоступнее, Алексей Второй имею ввиду, и попорядочнее намного, если так можно сказать, но все-таки, как вел себя патриарх Филарет, тогда просто я на него посмотрел, это совершенно тихий, скромный старец, который сидел, ничего не просил, даже чаю, сидел на стульчике, никакой охраны, ничего, и вот он с собой олицетворяет именно ту церковь, которая сейчас фактически им основана, и стала единой поместной церковью украинской, скромный, тихий, мудрый, человек, который посвятил себя, вот, блин, я атеист, и я такие вещи говорю про человека, который на самом деле всю жизнь посвятил религии, ну, в смысле церкови, и совершенно никакого значения этого не имеет, потому что для меня этот собор Михайловский, и вообще все, что с ним связано, это, как, наверное, для многих, абсолютно святое, потому что церковь становится церковью, на мой взгляд, тогда, когда она становится единой с людьми, неважно какой-то веры, они не разбирали, когда здесь прятали людей, лечили людей, кто какой конфессии, они об этом вообще не думали, они думали о том, как помочь Украине, как сделать так, чтобы наша страна обрела независимость от захватчиков, от колонизаторов, и вот, наконец, этот личный триумф Филарета, он настоящий герой Украины, он человек, который заслуживает огромного-огромного памятника даже при жизни, и всех, каких возможно званий, это человек, который отказался взять награду из рук Януковича, если кто помнит, в январе 2014 года, это человек, который руководствовался принципом, а не всяким политическим говном, и что бы про него кто ни говорил, мне вообще абсолютно на это наплевать, потому что о человеке, о его жизненном пути судят, потому что он сделал, этот человек фактически выиграл свою битву за независимость, и дай бог нам всем выиграть каждому свою битву, нам, журналистам, медийную битву, политикам политическую, дипломатам дипломатическую, военным-военным, потому что это все на самом деле один фронт, он разный, но он один. Филарет невероятно крутая фигура, очень крутая, я просто преклоняюсь перед ним, как перед человеком, если мои друзья-священники передадут, я буду очень признателен, я не рассчитываю на встречу с ним, хотя может быть, кто знает, хотел бы с ним интервью записать большое, но он для меня герой, настоящий герой, отважный, который риснул всем, который победил. Я даже не представляю, что у него в душе сейчас, но мне трудно себя представить, во-первых, 89-летним человеком, во-вторых, человеком на жизни цель, которая сбылась. И наплевать на все эти политические интриги, кто там где пиарится, кто что делает так, не так. Я считаю, что и Порошенко в этом смысле был прав, и только, ну я не знаю, наверное, надо быть совсем безголовым, чтобы говорить, что эта церковь была не нужна. Она была и есть нужна многим украинцам и даже неверующим, потому что это символ того, что мы способны оторваться от Москвы, способны плюнуть на империю и способны жить своей жизнью. Вот этот прекрасный собор. Ой, у меня камеру не выдержала. Вот этот прекрасный собор, совершенно очаровательный собор, который наполнен именно духом справедливости, духом тех людей, которые здесь были в те самые сложные для Украины дни. И сейчас капелланы, мой друг Сергей Дмитриев, Дмитро Поворотный и многие-многие другие, они именно составляют собой эту церковь. И я, не будучи верующим, буду верить в нее, потому что я верю в людей в первую очередь, а люди здесь что надо на самом деле. Никакой московский поп, хоть сто раз хороший, с ними не сравнится, потому что надо иметь смелость, сделать свой шаг, как этот шаг сделал когда-то Патриарх Голорет, этот шаг сделал и Серега Дмитриев, когда перешел в свои общины в киевский, в настоящий Патриархат, в человеческий. Ну и многие-многие другие, истории которых я так подробно не знаю, но люди, которые сделали то же самое. Низкий вам поклон. Спасибо вам огромное за то, что вы так любите Украину. И мы, крымские татары, вас полностью поддержим в этом. Я уверен, что каждый крымский татарин душой сейчас с вами и очень радуется за вас. И наш муфтий Айдер Рустемов поздравил и Патриарха Филарета, и всех украинцев с созданием поместной церкви. Это то, чего Украина заслужила. Это украденная церковь, как украденное все русскими было Украина. И последнее я приведу в этом ролике слова мамы моего друга Володи Шевченко. Его мама живет в городе Василькове. Когда она узнала, что наконец Украинская православная церковь единая, настоящая, независимая возвращается, она плакала. Этой маме больше 80 лет. У них в семье из поколения в поколение передавали вот это унижение, которое украинцы испытали, когда у них отняли церковь и объявили себя Третьим Римом. Какие-то непонятные люди, которые на это никакого права не имели. И наконец справедливость восстановлена. Это то, ради чего, собственно, стоит жить. Спасибо вам всем, кто смотрит мой видеоблог, кто поддерживает то, что я говорю, кто думает так же, как я, и хочет, чтобы как можно больше людей были на стороне справедливости, на стороне Украины. Спасибо, что ставите лайки, делаете репосты. Спасибо, что вы помогаете продвигать мой видеоблог. Уже все больше и больше людей его смотрят. Меня это очень радует. Спасибо всем, кто доходит возможность поддержать мой видеоблог, меня финансово, потому что я не хочу ни от кого зависеть, ни от политиков, ни от олигархов. Хочу зависеть только от вас, от людей, которые на самом деле ценят правду и хотят думать независимо и знать все, как есть. Спасибо вам огромное. До свидания. Вот так внезапно я записал этот блог около Михайловского собора.